Субтитры создавал DimaTorzok Да, немножко Красиловской природы, а точнее Красиловских сугробов. Только вчера чистила дорожки к вольерам, ну и двери к вольеру, а сегодня их уже опять не будет, как всегда. Это к слову о том, почему вы там не чистите каждый день и так далее, мы как бы чистим. Но не скажешь, что это особо помогает, вот скажешь, что тут кто-то ходил вчера, а тут кто-то ходил вчера. Причем не единожды. Поэтому чистка не то чтобы особо полезное занятие, оно очень быстро становится бесполезным. Но двери все равно необходимо чистить, что если их не чистить, то они очень скоро превратятся в сугробы. И мы их уже никогда не откроем до весны. Потому что снег намерзает, образуется наледь в наст твердый, который лопатой ощущается уже намного сложнее. Фух, что-то я только до одного вольера дошла, а уже силушки закончились. Да? Можно я к вам протиснусь? На, без лопаты сейчас пошла. Привет! Как вы? Опять не доели. Да что это такое? Что это такое? Почему вы не доедаете еду? Почему вы не доедаете еду? Объяснитесь. Объяснись. Почему ты не доел? Я требую объяснений. Кажется, мне их не дадут. А ты ничего не хочешь мне объяснить? Ничего не хочешь? Ничего. Вот так и живем. Ни от кого объяснений не получишь. И что мне с вами делать, если вы не едите? Нет, ну конечно, что-то они едят. Мне тут осталось примерно половину от того, что я давала им вчера. Хотя я и так даю им сейчас уменьшенную порцию. А они все равно не доедают. Весна, тепло. Так, мы пробираемся к сове. По отсутствующей дороге. Но тут хотя бы есть следы. Следы какой-никакой дороги. Эх. И даже впереди виден вольер. Снега намело. И это учитывая то, что вчера снег особо не шел. Боже, сугробы. Снег за шиворот падает. Мне приятно. Сова? Ты тут? Да, сова? Кажется, от меня чего-то ждут. Я не знаю, от чего от меня могут ждать. Но чего-то от меня явно ждут. Я смогу чего-нибудь предложить. Ай, только руку не щипай. Мора, фу, иди отсюда. Для тебя тут ничего нет. Да? Даже вы мне не дадите? Красавцы. 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 Випа, ты красавец? Все, все, ест собаку. Шок контент. Гусь ест собаку. Мора, иди отсюда. За тебя съедят. Иди, иди отсюда. Да? Самый общительный гусь. Самый общительный гусь. Иди отсюда. Сейчас давайте еще что-нибудь предложим. Пипа? Мора, уйди. Мора, уйди. Пипа. Будешь? Мора. 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 Да? Да, Кикла? Хороший гусь. Говорит... Злой, типо. Смотрите, ничего не злой. Можно вот погладить. Вообще не злой, да? Да? Совсем не злой. Очень добрый гусь. Пытается съесть меня. Да? Очень добрый гусь подкрался. Ладно, я вообще пришла лечить птичек. Да? Всё, я ухожу, гуси. Мы, короче, будем делать ставки, сможет ли Врум-Врум выехать без раскапывания со своего парковочного места или нет? Как оцениваешь ситуацию? Думаешь, сможет? Мне кажется, он примерз. Субтитры делал DimaTorzok Боже мой. Короче, я должна поделиться сногсшибательной новостью прямо сейчас, иначе меня просто разорвёт на части. Приехала птица, которой у нас не было вообще такой птицы никогда. Приехала она, прилетела из Петропавловска-Камчатского. Человек оформил разрешение на изъятие, оформил билеты на эту птицу, отправил её самолётом до Москвы и нашёл попутку из Москвы до Александрова. Я в шоке вообще от всей этой схемы, во-первых. Во-вторых, я в шоке вообще от того, что эта птица приехала к нам, потому что, я повторюсь, у нас таких никогда не было. В общем, это не ворон, это не грач, это чёрная ворона. У нас водятся серые вороны, а это близкие... Давайте я вот так закрою, чтобы она не нервничала. Я не хочу к ней просто близко подходить, потому что это дикая птица, и ей моё внимание не очень-то приятно. То есть, это близкий родственник нашей серой вороны. Их даже одно время относили к одному виду, но разным подвидам. Сейчас, насколько я знаю, это считается как разные виды. Корвус корон, по-моему, это чёрная, и корвус корникс это серая. В общем, птицу, конечно, мы покажем ветеринару там, потому что, ну, явно есть у неё нарушение обмена веществ, там, и переросшие когти, и с линькой проблемы. Вот, но я надеюсь, что мы её доведём до ума. И пока я её высаживать в вольер не буду, как раз потому что с оперением, ну, есть проблемы определённые. Ну, надеюсь, что весной она переедет в вольер уже к своим сородичам, потому что без сородичей, это, ну, стайная птица, ей нужен коллектив, ей нужно общение. Без сородичей вороне будет плохо. Вот, в общем, я в шоке, я просто в полном восторге. Несмотря на то, что я понимаю, что нужно будет много трудов, чтобы прямо вот сделать из неё классную, красивую птицу, я прямо счастлива. Мне кажется, я давно не испытывала такой восторг от того, что к нам приезжает какая-то птица. Ну, и, конечно, все те перипетии, которые человек прошёл ради того, чтобы птица приехала в реабилитационный центр, это просто, я не знаю, моё уважение. Вот, бывают люди, которые, там, не знаю, приезжают на машине из Казани и обратно, нон-стопом, чтобы передать животное. И вот этот вот пример, когда человек заморочился и вот так вот взял, и просто, я не знаю, я, конечно, в шоке. Субтитры сделал DimaTorzok